Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков. Мы говорим о лазерном удалении. Мы говорим обо многих еще вещах с ним, потому что он, кроме того, что занимается лазерным удалением уже очень долго, еще и кандидат медицинских наук, косметолог, дерматолог. Сегодняшняя тема – это что выбрать, если перед вами некачественный перманентный макияж, татуировка, наверное, тоже не суть, лазер, ремуверы, их много разных или перекись. Еще я встречала клиентов, которые говорили, что свежий мне не понравился, и я его ацетоном удалила, но это уже из бреда полного. Мы не будем об этом говорить, чтобы, не дай бог, никто не применил. Что делать? На самом деле сколько существует татуировка, татуировка существует тысячи лет, столько же существует попытки каким-то образом это все удалять. Если в древние времена это был кусок асбеста какой-нибудь. Про совсем садистские такие способы, негуманные, в общем-то, мы сегодня говорить не будем. Там их масса целая, не воспринимайте их как руководство к действию. В интернете просто пестрит различными рецептами, как удалить раствором марганца. Не пытайтесь это использовать, лучше обратитесь к специалисту. Сейчас актуальна идет такая тема, что лазер, либо ремувер, либо какие-то другие способы удаления, такие как пробивание перекисью водорода. С точки зрения классической медицины в принципе можно удалить татуировку или татуаж просто методично, механически пробивая, разрушая кожу пустой даже тату-машинкой. Тогда оно займет достаточно длительный промежуток времени. Элементы, когда, например, при помощи перекиси водорода, есть еще такие изысканные способы молока, тоже есть рецепт, тоже пробивают молоком и другими всякими различными жидкостями, они сводятся к тому, чтобы вызвать мощное воспаление в тканях и за счет мощного воспаления каким-то образом как бы разрушить частично пигмент. Сказать, что это получается хорошо, ну, нельзя, в общем-то, потому что зачастую это приводит просто к рубцованию кожи и за счет получения шрамов и рубцов происходит в какой-то степени коррекция цвета, т.е. бледнее татуировка, татуаж, но это происходит в обмен на рубцовое изменение кожи. Многие люди даже не осознают, что они себе делают рубец, ну, вроде бы удалилось, вроде бы как-то посветлело и нормально. Все-таки на данный момент самым гуманным способом, самым, скажем так, проверенным и эффективным является все-таки лазерное удаление. Даже несмотря на то, что я занимаюсь только лазерным удалением, это не только поэтому. На самом деле это мировая практика и как бы это золотой стандарт удаления татуировка татуажа сейчас. В целом эти методы могут показывать, т.е. ремувер, перекись водорода, какую-то степень эффективности. Но нельзя сказать, ну, я считаю, что нельзя сказать, что это заменит, например, лазерное удаление полностью, вытеснит его. В каких-то определенных ситуациях действительно и ремувер, и, возможно, даже перекись водорода могут использоваться с какой-то долей эффективности. Но, в целом, лазерное удаление показывает лучшие показатели, более безопасные, прогнозируемые и, в целом, более эффективные. Т.е. это мировая практика золотой стандарт удаления татуировка татуажа считается самым безопасным способом. Если у вас есть вопросы, пишите в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Это был Виталий Мегряков. Всем пока!